Добрый день, друзья! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции. Как у взрослых, так и у детей. Бывают конвульсии, которые перерастают в судороги. Либо судороги, которые перерастают в конвульсии, наоборот. Это очень неприятное, приступообразное судорожное сокращение мышц, которое длится от минуты до нескольких минут. У всех по-разному, насколько у человека запущено, скажем так, тяжелое заболевание, которое пустил он в себя. Тем больше проводят эти судороги в его организме. Господствуют, хозяйствуют, так скажем. Отчасти человек сам виноват, потому что не следит за своим организмом в целом. Помните, уважаемые зрители, что за мышечный каркас в нашем с вами организме отвечает поджелудочная железа и ее состояние. Поэтому, прежде всего, здесь подсказка вам, согласно восточной медицине, наведите порядок в поджелудочной железе. Ну, а потом, конечно же, необходимо провести диагностику 12 меридианов и посмотрите, откуда у этих судорогих либо конвульсиях растут ножки. Какие меридианы своей слабостью, вялостью либо воспаленностью провоцируют наш с вами мышечный каркас. Почему мы говорим мышечный каркас? Потому что частенько там, где проходит данный меридиан, и появляются конвульсии. Вот, посмотрите, либо судороги. У кого-то очень часто судороги верхней конечности. Обратите внимание на меридианы верхней конечности. Вследствие чего меридиан легких также проходит по верхней конечности. У кого-то судороги либо конвульсии сжимают, то есть, как-то, приступообразно отражаются на нижних конечностях. Пожалуйста, обратите внимание на те меридианы, которые проходят по нижним конечностям. Но здесь очень хорошая подсказка, что меридиан легких у нас заведет ритм всем нашим 12 меридианам в 24-часовом ритме. Мы повторяемся, чтобы вы знали об этом и понимали, что если этот ритм нарушен, в следствии чего нарушен обмен этой тонкой энергией, в следствии чего, что могут быть в проявлении вот таких вот судороги и конвульсии. Частенько судороги и конвульсии наблюдаются у людей, у которых есть выпадение волос. Частые переломы, ломкость ногтей, это состояние печени, меридиана и органа. Это инский орган и легкий инский орган. Выпадение волос и перелом костей здесь я объединил, это состояние плохое почек органа и меридиана. Орган почки и меридиан почки инский и легкий инская стихия. Вот вам, пожалуйста, здесь мы видим, что инская энергия, если она слабая, то это может проявляться на всеразличных инских органах, которые несут. Первые подсказки, что если у человека есть частые выпадения волос, обратите внимание на свои почки. Если у вас ломкие ногти, слабые, скажем так, не нравятся не вам, укрепите, пожалуйста, свою печень. А не наедайтесь кальция, как сейчас модно говорят. Ну и точка П-11 Шаошан вам в помощь. Эта точка всегда применяется при всеразличных конвульсиях и судорогах, как у взрослых, так и у детей. Но более детально покажет вам, откуда судороги происходят. Либо из-за воспаленности 12 меридианов, либо из-за их слабости диагностика 12 меридианов вам в помощь. Спасибо за внимание.